Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о выращивании свеклы. Выращивание столовой свеклы дело, казалось бы, совершенно нехитрое. Семена всходят хорошо, растения также хорошо растут, развиваются. Есть довольно большое разнообразие сортов. Можно получить раннюю продукцию, позднюю продукцию. Свеклы используются как в виде корнеплодов, также и в виде вот такого ботвинья. Я, например, очень люблю летом для такого особого борща, для ботвинья очень хорошо собирать урожай листьев. Листья и корнеплоды богаты ценными биологически активными веществами, в том числе фолиевой кислотой, которая так полезна для нашего здоровья, особенно для тех, кто хочет стать родителями. Однако же и в выращивании свеклы есть свои нюансы. Свекла предпочитает достаточно легкие почвы, но и на глинистых почвах она также может удаваться в том случае, если почвы хорошо вскопаны и нормально оккультурены. Свекла, как и лук, кстати, совершенно не любят избытка органического удобрения, особенно в начале своего роста. В начале роста свекла наиболее чувствительна к калию и фосфору. Количество азота должно быть очень и очень умеренным. Поэтому не рекомендуется выращивать свеклу на участках, где в предыдущий год вносились обильно органические удобрения или высокие дозы азотных удобрений. Не стоит вносить азот и нагряды, где высевается свекла. Когда появятся розетки, когда розетки начинают развиваться, в этот период свекла очень чувствительна к недостатку азота. Поэтому для свеклы внесение азота должно быть исключительно в виде подкормок. После того, как начал образовываться корнеплод, азотные подкормки нужно полностью прекратить. При этом свекла очень чувствительна к недостатку калия. Она очень любит калий и хорошо развивается именно в случае такого обильного и даже избыточного содержания калия в почве. В этой связи допосевной во время посева, а также во время выращивания внесение калия в виде зольных растворов, в виде сухой золы, в виде калийных удобрений очень и очень желательно. А поскольку свекла хорошо переносит избыток хлора в почве, в качестве удобрения калийного можно использовать также и хлористый калий, калийную соль. Это благоприятно для свеклы в связи с тем, что с этим удобрением вносится одновременно и некоторое количество натрия. Свекла также хорошо реагирует на натрий, как и на калий. Но, конечно, только в том случае, если он вносится очень и очень умеренно. И, как я уже сказал, его примесь в хлористом калии является вполне недостаточной дозой. Несмотря на то, что вредителей и болезней у свеклы не так много, и выращивать ее несложно, особенно если вы используете одноростковые сорта, здесь не лишним напомнить, что у свеклы есть старые такие очень традиционные сорта. Многоростковые, когда в одном клубочке содержится несколько семян, и тогда обязательно надо прорывать посадки. И одноростковые, когда один клубочек содержит только одно семечко. В этом случае можно раскладывать семена на необходимом расстоянии, регулировать размер корнеплода и, соответственно, нет риска загущения посадок. И вот эта легкость выращивания свеклы в огороде иногда играет злую шутку, потому что некоторое отсутствие внимания может привести к нехорошим результатам выращивания этого растения. Первое, к чему очень чувствительна свекла, это к недостатку бора. В случае недостатка бора свекла начинает болеть гнилью сердечка, у нее плохо развивается корнеплод. В случае же осуществления борных подкормок, внесения бора в виде листовых подкормок, особенно в борорганических соединениях, у нас есть видео об этом, как их приготовить, сделать. В этом случае свекла будет отзываться повышенной сахаристостью корнеплода, хорошей его лёжкостью и хорошим внешним видом и качеством. Ну, кроме того, у свеклы есть несколько опасных болезней. Среди них следует отметить наиболее распространённые. Это церкоспороз. Церкоспороз проявляется в виде вот таких вот пятнышек красноват, с красноватым ореолом на листьях, с таким белёсым центром, с белёсой серединкой. Пятна эти достаточно правильной формы округлой. Иногда серединка может выскакивать из-за ветра или каких-то иных повреждений, дождей, но чаще всего она очень характерна белая такая, светлая внутри. Проблемой этой болезни является то, что её тяжело контролировать в связи с тем, что она появляется во второй половине лета, когда внимание к посадкам свеклы уже не такое пристальное, как в начале её вегетации. Сорняки выпалут и корнеплод нарастает, внимание грядкам как бы ослаблено и вот в этот момент на нижних листьях появляются вот такие вот симптомы. Как бороться с этой болезнью? Конечно же, лучше всего профилактику делать. Биологические препараты, такие как фитоспорин и другие препараты на основе сельной палочкой являются достаточно эффективными против этого заболевания. Хорошо, что оно появляется только во второй половине вегетации на старых листьях, потому что по ним можно даже работать медсодержащими препаратами, такими как хом, оксихом, бордоская жидкость, азофоз и другими. Таким образом, профилактировать это заболевание гораздо проще, чем с ним бороться, а борьба с ним или профилактика во второй половине лета позволяет нам в первой половине лета получать хорошую листовую продукцию свеклы без каких-либо обработок. Второй часто распространенной проблемой является парша свеклы. Парша свеклы проявляется в виде вот таких вот наростов на кожуре. Они могут быть большего или меньшего размера. Вообще, парши свеклы есть три разновидности. Это обыкновенная, поисковая и прыщеватая. Прыщеватая вызывается бактериями, а обыкновенная, поисковая вызывается грибами. Ну, нежелательно работать какими-то химическими фунгицидами, что против циркоспороза, что против парши свеклы, потому что все-таки это пищевое растение и хочется его выращивать без использования химических средств защиты. Все биологические препараты, будь то фитоспорин, триходермин, гомаир и множество других, весьма эффективны против этого заболевания. Поэтому периодическое проливание посадок, особенно в период формирования корнеплода, являются эффективной профилактикой этого заболевания. Надо отметить, что оно действительно очень вредоносно, потому что вот эта зона парши, она прорастает внутрь корнеплода. Корнеплод внутри чернеет, плохо хранится, ухудшаются его вкусовые качества, поэтому вот эти периодические проливы посадок этими препаратами являются очень и очень эффективными. Ну, а кроме всего прочего, необходимо помнить о том, что возврат свеклы вместо его выращивания должен происходить не раньше, чем через три года. Необходимо помнить о севообороте. Ну и, конечно же, при загущенных посадках, при посеве семян слишком густо или при использовании старых сортов, многоростковых сортов, в этом случае необходимо своевременно делать прореживание посадок с тем, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в зоне посадок, не допускать застоя влаги, какой-то скученности растений, своевременно выпалывать сорняки и в таком случае свекла у вас будет хорошая, здоровая, вкусная и очень полезная. Задавайте свои вопросы о выращивании свеклы, я буду всегда рад на них ответить. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего.